Роман Либеров Розговор с небожителем, посвященный Иосифу Бродскому. Третья кинокартина о Георгии Владимове. Следующая написана Сергеем Довлатовым. И сейчас уже на монтаже пятый фильм, посвященный Ильфу и Петрову. Оставив свой еще неготовый фильм, Роман Либеров приехал в Череповец. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, к нам в город вы привезли сейчас фильм о Довлатове. Вообще, почему появилась идея именно снимать в таком писателе? Вообще в Череповец я привез не фильм о Довлатове, а приехал в качестве... Члена жюри. Громко говоря. Приехал в некотором качестве на фестиваль про взгляд. Это первично. Потому что фильм написан Сергеем Довлатовым, так или иначе, на одной копии, но был представлен здесь, в Комсомольце. А уже в рамках фестиваля состоится такой специальный показ. Хотя в нем не будет ничего специального. Просто мы покажем, почему не вспомнит лишний раз Сергея Донатовича. По-моему, господин более чем достойный воспоминаний о нем, правильно? И особенно радостно, что никакой даты не нужно, никакого юбилея, годовщины. Вот это я больше всего не знаю. То есть никакого повода для воздвижения памятника нет. Вот есть некоторый список людей, которых мне так или иначе хотелось бы отразить. Этих людей, скажем, 137 сейчас в моем списке. Для каждого из них, будь то Мандельштам, или Платонов, или Довлатов, или Бродский, или Инфопетров, или кто угодно другой, наступает какой-то момент, когда его голос звучит, или голоса более отчетливы. Я понимаю, что наступил момент, что об этом высказаться, попробовать, по крайней мере, начать высказываться. И мы приступаем к работе над сценарием. Это очень кропотливый процесс. И постепенно различаются те или иные голоса. И ты, скажем, случайно понимаешь, не сразу, сначала один раз, а вдруг понимаешь, что Илья Ильф – это Сергей Васильевич Маковецкий. И ты едешь в театр, ты ищешь телефоны. Никто не горит желанием с тобой работать. А почему? Ты же не Никита Михалков. Но тем не менее. Нет, никто не горит желанием работать. Артисты выживают с трудом в отсутствии индустрии. И все очень заняты. Все артисты, которых вы так или иначе видите, они все очень заняты. У них репетиции, спектакли. Артистический век, он недолгий. Тем более вот в наших условиях, когда непонятно, что будет завтра. Но вот вчера был Панин, а сегодня нет. Но ничто не предвещало этой беды. Понимаете? Не только поэтому, не только в трагическом контексте. Просто короткий век. Поэтому никто… Нет. Это все дается, мягко говоря, против течения. Такая гребля на… рвутся мышцы, заживают, но что не убивает нас, делает сильнее. То есть все полагают, что кино – это такой же увлекательный и интересный процесс, как туда сходить. То есть купил билет, купил попкорн, пришел, посмотрел. Кино – это ежедневный, монотонный достаточно, очень трудный процесс. Он труднее вас сто крат любых других процессов, потому что ты, живя этим какое-то время, у тебя же в голове уже это кино давно играет. А поди ты выдержи год-полтора, пока ты доберешься до того, что у тебя в голове еще играет. Ведь ты не можешь по щелчку, так, ну-ка, вот все, что у меня в мозгах, ну-ка, и на экран. Ты же не можешь так сделать. То есть тебе надо. И это невероятно тяжелый процесс – гнаться за тем, что в тебе там витает. Что-то, что до конца не можешь разобрать, что там появилось. В общем, я предлагаю соскоблить налет романтики на сочинительстве кино. Равно как и любом другом сочинительстве. Сочинить стишок или написать роман – это страшно кропотливый процесс. Важно отметить, что фильмы, где режиссер Роман Либеров, наполнены архивными редчайшими материалами. Но это не попытка создать документальный фильм-биографию, скорее показать герою его сущность, пропущенную через призму восприятия самого режиссера. Вот я ехал сейчас в поезде с врачом, очень известным, заслуженным. Он не был в кино с 93-го года. Я говорю, а почему? Он говорит, нет, с 93-го года, 20 лет. Я говорю, а что нужно? Как же вы не были? Вот вышел Фауст Сокурова. Хорошо, вы не хотите наживать на резинку. Нету инфраструктуры, которая убедила бы его пойти в кино. Но случаются отдельные, знаете, когда картечью просто пушечной первый канал зовет на продолжение «Иронии судьбы». Да, например, моя мама с папой, которые тоже очень редко это делают, встают и идут за своей молодостью, вероятно, или посмотреть, что с их молодостью стало. Да, например. А вот у этого врача, я спрашиваю, я не могу, Фауст Сокурова, ну, идти куда-то. Я куплю DVD, там будут жевать, там будут сидеть с попкорном, может быть, зал какой-то плохой или что-то, 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 что-то. И это есть. То есть не бывает одно без другого. Культура просмотра фильма – это есть часть индустрии кино, понимаете? Это вопрос очень-очень сложный. То есть если копаться, то мы знаете, к чему придем? Что лежит в основе основ? Основа основ. Звонок – это абсолютная неприкосновенность частной собственности. Так как у нас в стране отсутствует это основополагающее правило – неприкосновенность частной собственности. Это есть источник всех проблем. Когда вы отвечаете на звонок в кинотеатре, вы должны понимать, что я тоже заплатил за билет. И я имею право, так же, как и вы, посмотреть кино. И я имею право на то, чтобы мне никто не мешал. Это есть мое частное пространство. Поэтому в Лондоне, в кинотеатрах, например, предупреждают и делают специальные ролики, что никто не может разговаривать не только громко, а отключать телефон и так далее, и так далее. Это есть культура просмотра кино. Ты можешь жевать попкорн, если это кино располагает к жеванию попкорна. Это частное дело. Но, господа, ваша свобода заканчивается там, где начинается моя свобода. Как только вы звучите мобильным или у вас горит экран, вы мешаете мне смотреть кино. Вот этого быть не может. Как только вы заходите или выходите посреди фильма и прочее, прочее. Вот и все. Но и отказываться от просмотра кинофильма на большом экране было бы опрометчиво. Особенно, если есть возможность после киноленты обсудить ее, поделиться своими эмоциями, мыслями. Обратите внимание, ничто так не объединяет людей, как культура, как культурные акты, как обсуждение культурных событий. Ничто не объединяет, не разъединяет. Ничто не помогает найти выходы. Ничто так пронзительно не может сформулировать проблемы общества или достоинства общества. Ничто не может выставить героем дураком или героем умным, или слабаком, или сильным, как культура и искусство. В конце концов, используя нобелевскую речь Бродского, человеку, читавшему Диккенса, гораздо сложнее выстрелить в другого человека, чем человеку Диккенса, не читавшего. Может быть, это заблуждение, романтическая, идеалистическая болтовня, но мне хочется в это верить. Я надеюсь, что это так. Поэтому я никогда не участвую в фестивалях. Никогда. Но здесь я не мог отказать, потому что я знаю, чего и стоит все это организовывать. И оторвался от монтажа собственного фильма для того, чтобы приехать просто в качестве поддержки. Мы голосуем таким образом. Чтобы все ваши мечтания и желания сбывались, и чтобы у нас появилась все-таки отечественная киноиндустрия, пускай и не завтра, и не послезавтра, но она, чтобы обязательно была. Так и будет. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Это был Роман Либеров, кинорежиссер, но кто придет в следующий раз, смотрите через неделю. Роман Либеров